Добрый день! Итак, вы решили помочь исправлять опечатки в оцифровках санскритских словарей. Для этого вам потребуется познакомиться с сайтом Кёрнского университета. Он находится в адресе SanskritLexicon. Здесь представлено 38 словарей. Название словарей, год выпуска, аббревиатура. Так, например, Monia Williams. Первое издание это MB-72. А наиболее известное издание, которым мы и пользуемся, это издание 1899 года. Здесь разные способы просмотра одного-того же. То есть в простом поиске, например, вводим какое-нибудь нужное нам слово. Используем или Kyoto-Harvard кодировку, или я уже привык, а вам придется привыкать. Используем слп1. А здесь текст может отображаться. Это у нас IAST, то есть латинская академическая запись. Можно в ДВН. Можно в IAST, мне удобнее IAST. Итак, значит, словарь Monia Williams. Поиск. Здесь можно вернуться, нажать на логотип, вернуться на главную страницу. Здесь есть другие способы просмотра. Например, ищем слова, которые начинаются с чана, в записи SLP1. И в заголовочных словах, и в самом тексте. Хорошо. Почему-то Айджан, хотя Айджан мне не нужен. Ну, в общем, есть некоторые вопросы. Айджан есть. Хорошо, ограничим только заголовочные статьи. Ну, такое понятно. И я возьму суффикс. Не ограничиваем 20 статьям. И получается 623 слова заканчиваются на чана. То есть, такое количество сложных слов. Итак, в первую очередь, мы хотим отчистить словарь Monia Williams. Это наиболее известный санскритско-английский словарь. Сравнивая его с другими словарями, мы выделили список наиболее вероятных опечаток. В первую очередь, наиболее авторитетным источником для сверки является большой и малый петербургский словарь. Санскритско-английский словарь. Так как Monia Williams многое в своем словаре брал напрямую из петербургских словарей, даже не меняя, то это наиболее важный источник для сверки. Здесь всегда показывается на сайте, когда что-либо менялось. Словарь мы не видим, сможем скачать в разных виносе. Например, я работаю с файлом mvxml. Сейчас последний раз обновлялся буквально неделю назад, то есть постоянно идет, продолжается жизнь. Итак, мы открываем список предположительных опечаток. Таких списков несколько. Перед вами один из них. На этой странице мы разрабатываем словарь mv. Как мы уже узнали, mv это словарь Monia Williams. Итак, здесь каждое слово, слово во второй колонке, во втором столбике, от слова в третьем столбике, отличается одной буквой. То есть в записи SLP1 мы записали слово, которое встречается здесь в словаре Monia Williams. А здесь мы берем слово, предположительно похожее слово, которое от первого слова отличается одной буквой. То есть здесь А краткая, здесь А долгая. Значит, то же самое здесь продублировано в Деванагаре. Второй столбик продублирован в четвертом, третий продублирован в пятом. Итак, первое слово встречается в таком написании в оцифрованном словаре Monia Williams. Это не означает, что если вы откроете печатную книгу, что там будет встретиться именно это слово. Это нужно проверить. Предположительно, именно так оно и есть. Но есть ошибки, которые возникли в процессе оцифровки словаря. Вторая форма встречается во всех перечисленных словарях. Словарь Грассмана тоже достаточно авторитетный источник. И вот малый петербургский словарь. Петерсбургер Вортербух и Петерсбургер Гроссис Вортербух. Это значит петербургские словари. То есть если они встречаются в этой последней столбике, это достаточно веский аргумент в пользу того, что, скорее всего, что-то все-таки там не так. То есть надо ковыряться. Иногда что уму не винимся, что в петербургских словарях какие-то слова подмечены еще авторами словарей как ошибочные. То есть в словарях не всегда включаются правильные слова. Иногда намеренно туда включаются неправильные, и они обозначены. Уму не винимся как Wrong Readings, аббревиатурой WR, а в петербургских словарях немецким словом Federhaft, то есть ошибочно. Такие тоже встречаются. Немного, но встречаются. Итак, ну и вначале условный номер. Первая таблица содержит наиболее вероятные случаи опечатки. Наиболее вероятные слова. В первом столбике здесь мы не видим, во втором несколько словарей. Всегда несколько, никогда не один. То есть здесь выделенный словак, который одного словаря недостаточно. То есть больше двух. Итак, значит, первая таблица это наиболее вероятные опечатки. Чем слово длиннее, вот оно даже не влезло. А когда слово не влезает, я залезаю в сводный список всех санскритских слов. Это 408 тысяч срок. И нахожу интересующее мне место. Я пользуюсь программой M-Editor. Это достаточно простой текстовый редактор, но я к нему привык, потому что для него написаны и мной, в частности, модифицированы разные конвертеры для D-Vanagari, что немаловажно. Итак, то есть я нашел нужное слово. То есть бывает длинные слова, бывает невозможно понять, что написано. То есть в D-Vanagari мне неудобно. Я ищу в SLP 1. Итак, есть подстраховочный файл, куда можно посмотреть. Здесь автор этого скрипта, доктор Гавелл, хотел сделать как лучше, как удобнее. Получилось, как обычно, наоборот. Итак. Итак. Всего в первой таблице 330 слов. Если нажмем на ссылку, нам открывается, точнее, не всегда сразу, но вообще открывается... Открывается страница скана, в котором, собственно, можно проверить, все ли в порядке. То есть находим и делаем скриншот. Покажу на примере. Вторая таблица это слова, где вероятность опечатки на порядок меньше. Наша задача сначала почистить списки первой вероятности. А уже вторая вероятность, это требует много времени. Дело в том, что чем слово длиннее, тем вероятность того, что опечатка действительно тут закралась, больше. А когда слова короткие, как, например, здесь, с четырех букв, то, скорее всего, это просто какое-то совпадение. Наоборот, ложное срабатывание. То есть нас интересуют, в первую очередь, очень длинные слова. То есть дело в том, что вот слов средней вероятности, их много. То есть тут требуется уже ни одна неделя, ни один месяц. То есть это длительная работа. И так как, возможно, ее продуктивность не самая высокая, то следует подумать. Хотя в случае «моневелимся» это эталонный словарь, эталонный список. Поэтому хорошо было бы, конечно, и пересмотреть все 500 слов. То есть 500 слов, на самом деле, это не так много, если каждый день просматривать по 30 слов. Но то, как бы, работа движется. И все равно ее надо делать. Ну и слова, значит, в третьей таблице наименее вероятные. То есть помимо «моневелимся» такое же написание встречается и в других словарях. То есть скорее опечатка тогда уже не в «моневелимся», а скорее, например, в каталоге «Ауфрехта». Но документируя опечатки, нас в первую очередь сейчас интересует «моневелимся». Когда будет время и возможность, мы посмотрим эти почти 4000 слов. Скорее всего, здесь закралось много опечаток, сотни и сотни опечаток. Но это нужно по каждому из 38 словарей создавать свой список и туда один за один переносить. То есть это достаточно такая нудная работа. И так, значит, показываю, как я документирую найденные опечатки. Значит, потребуется аккаунт на сайте github.com. Этот сайт не предназначен для правки словарей, но мы его так используем для документации всего и вся. Используем вот уже больше года. У нас есть проект SanskritLexicon, и в нем есть подраздел «Corrections». Итак, заходим в последнее сообщение. Здесь приведены ссылки, куда можно посмотреть. Итак, на одном примере. Значит, сначала я указываю ID. Если здесь нажать на Edit Comment, видно, что эти цифры я взял в лодернарную кавычку, которая получается нажатием на кнопку на клавиатуре слева от цифры 1. Здесь слово, которое у нас встречается в первой колонке, например, любое слово. Отсюда беру Ctrl-C, Ctrl-V вставляю. И когда я уверен в том, что правку нужно сделать, я вставляю стрелочку. Ее неважно, можно хоть как, хоть несущественно. Когда я хочу сказать, что ошибка в самой оцифровке... Ну, вот, посмотрим, значит, выделяем слово, заходим в слово, search, нашли. Итак, значит, буква, которая меня смущает, это АДОЛГОЕ НАВАПРАВХРАМЩАНАМ. Итак, и значит, то, как оно написано в петербургском словаре. Если мне достаточно, мы не увидимся, то есть, нажимая на циферку, я открываю страницу скана, как оно было в печатной книге. Если мне это достаточно, то я уже не делаю скриншот из петербургского словаря, только если есть какие-то разногласия. Итак, то есть, я ищу НАВА, значит, нашел НАВА, и словарь мы не видим, построен так, что сложные слова в нем входят, как под словарную статью по гнездовому принципу. И вот я вижу, что искомое мое слово здесь, и что знак ударения при оцифровке был принят как за долготу, соответственно, мне нужно это исправить. То есть, это неправильно, но это ошибка не книги, в книге все правильно, а ошибка о цифровке. След о том, а об этом я и говорил, что это moneywilliams, ocr, error, то есть, опечатка при оцифровке. И добавил здесь скриншот. То есть, как я делаю скриншот. Есть в Windows 7 такой инструмент, как Snipping Tool. Я раньше пользовался отдельной программой для скриншотов, но она получается более громоздкая, это дольше. Итак, all problems, accessories, и тут будет служебный, не служебный, русский, я забыл, как это будет. Snipping Tool. Итак, можем захватить побольше. Часто нам достаточно, часто нам достаточно лишь того места, которое, собственно, обсуждается. и так получился скриншот, и называю его как и само слово. То есть, оно уже у меня есть, поэтому здесь добавлю их троечку, чтобы просто сохранить новый файл. Все. Сохранили файл, и можем здесь даже... и добавить все. Она добавилась. Update Command. Второй скриншот появился. Если не нажать, он открывается. То есть, если кто-то захочет проверить предложенную умную правку, ему не надо быть заново открывать словарь, искать, где это слово. Ну, а это бывает достаточно долго. Я упрощаю работу тому, кто будет проверять. То есть, ни одна правка не вносится просто потому, что я или кто-либо это утверждает. То есть, есть кто-то другой, кто проверить вашу правку перед тем, как вносить. Как мы возьмем на примере вот этого, значит, слова. Итак, мы, значит, решили ради развлечения идти не с начала списка, а с конца. Несущественно. Итак, следующее у нас 245. Видите, отличается, значит, одна буква, один такой S. Итак, мы не видим. Смотрим. Как видите, здесь нет петербургских словарей, то есть, нужно открыть отдельную вкладку. Мне часто удобнее сначала найти открыть электронную статью, а потом уже заходить в скан. В частности, потому что здесь, помимо номера страницы, укажена колонка, столбик. Так как на каждой странице мы не видим всех три, то мне удобнее знать, куда мне смотреть в первую, вторую и среднюю, или в последнюю. То есть, сразу смотрим только в первую. Стране отсекает. Вторую, третью не смотрим. Вот. Это условный номер. Словарная статья он нужен только при сообщении индивидуальных опечаток. То есть, можно нажать здесь и заполнить форму. Но это за раз мы только одну опечатку отправляем. А мы сейчас говорим о массовой правке опечаток. Итак, значит, видно, что здесь в петербургском словаре эти слова не представлены, а представлены в одном из первых словарей. Вот эти все словари объединены тем, что они основываются на словарь Уильсона, на словарь 1832 года. Один из первых крупных известных словарей санскрита. Вот это все-таки наиболее древние словари санскрита. У них есть свои орфографические особенности. Тем не менее, ну, например, можно открыть словары Уильсона. Уильсона. И скопировать интересующее нас слово. Итак, значит, смотрим, мы видим все. Открываем слово новосодействие штын. Сока. Делаем скриншот, то есть напитал вызываем, и берем, вот здесь получается, начинается, начинается здесь, и заканчивается в третьей строчке, и смотрим, совпадает ли книга с написанием, видим, что не совпадает, мы не велимся, как и во всех хороших словарях, устаревшее, несовременное написание транслитерации, но тем не менее, нет, однако в книге ровно так, как и в оцифровке, съешь ты место шасси, шасси, дамы, шасси, дамы, шасси, дамы, шасси. Уйти в книге сокращение используется, а в оцифровке сокращение снято. То есть книга и оцифровка соответствуют не один к одному, но достаточно близко. Здесь мы смотрим словарей высина. Вот наше слово. Если мы сохраним его под таким же названием, то ничего хорошего не будет. Испортим с тарифа. Поэтому, когда делаем второй скриншот, обладаем просто тачку. В данном случае я не готов сделать окончательный вывод о правильности того или иного слова, то или иной формы. Поэтому я пойду на такой шаг. Не знаю как правильно. Ну и приведу собственно скриншоты. Это самое полезное, что я могу сделать тогда, когда я не знаю что делать. Ну и так я сообщил о том, что я просмотрел такое-то спорное слово. И так в каждой ветке я создаю, скажем, 50 пройденных вопросов. Значит здесь можно посмотреть весь список. Какие были обсуждения в данной ветке. Здесь есть код. Немного кода мы сюда тоже заливаем. Например, это список слов в словаре кочервяной, которые я проверяю на опечатке. У нас в основном интересует именно issues. У нас в основном интересует именно issues. Ищу это создать новую ветку. Ну, собственно, вот. И так одно за одним словом мы просматриваем все. В первую очередь есть первые таблицы. Таблиц 38. Всего 38 страниц. Вот, например, предполагаемые опечатки в словаре «Апты». В трехтомном словаре «Апты». Вот слов в первой вероятности, скажем так, наиболее вероятных опечаток здесь 90 штук. Ну, здесь, как видите, много ложных срабатываний. Или разных форм записи. Кто-то пишет так и считает, что это единственно правильный вариант. Часть – это просто ложные срабатывания. Но, тем не менее, есть такие, где, вот, например, здесь «Апты». В современном издании написано так. А в первом издании «Апты» написано иначе. В петербургских словарях написано иначе. То есть «Апты» опирался и на «Мония Вильямса», и на петербургские словари. Поэтому, и тем более, в предыдущем издании своего уже словара написано иначе. То есть большая вероятность, что здесь закралась опечатка. Или при оцифровке, или… Или при… И самом словаре. То есть «Братичта». «Братичта». Ну, вот, собственно, само слово. То есть мы видим, что здесь… Ошибка в оцифровке. Работа нудная. Требует терпения. Ну, крайне нужная. Спасибо за внимание. Надеюсь, что понятно. Спрашивайте. До свидания.